В последние годы южнокорейские марки формировали ландшафт российского авторынка. Но с прошлой весны поставки автомобилей заморожены, а петербургский завод, выпускавший массовые Солярисы, Креты и Рио, остановился. С этого момента столь любимые россиянами автомобили массово поехали серым путём из Кореи и Казахстана. В соседней республике запустили мелкоузловое производство Kia. Сперва кастанайский завод Сарыарко Автопром наладил сборку кроссовера Kia Sportage, но уже скоро компанию-паркетнику составит седан Kia Cerato. Казахстанские дилеры открыто говорят, что большая доля Sportage отправляется российским покупателям. Правда, напрямую приобрести машины нельзя, но зато есть армия посредников, готовых решить проблему первичной постановки на учёт примерно за 500 долларов. Очевидно, что руководство компании Kia и Hyundai прекрасно понимают почему крошечный, чуть более чем 100-тысячный рынок Казахстана вдруг начал активно расти. И наивно полагать, что руководство страны ничего не знает о реэкспорте. Между тем, с 28 апреля южнокорейские власти запрещают экспорт автомобилей в Россию и Белоруссию. Правда, под запрет попали лишь автомобили и запчасти дороже 50 тысяч долларов. По нынешнему курсу это около 67 миллионов корейских вон, а для тамошнего рынка это высокая планка, под которой не пройдут разве что старшие комплектации Genesis'ов. А популярных легковушек, Sportage Cerato и других ограничения не коснутся, так что серый импорт через Казахстан продолжит процветать. А вот экспорт премиальных европейцев через страну утренней свежести остановится. Между тем, такой вариант покупки санкционного премиума популярен, потому что автомобили выходят на 10% дешевле вариантов из США и Арабских Эмиратов. Очевидно, что более серьёзные последствия будет иметь пересмотр антироссийских санкций странами «Большой Семёрки». Если G7 утвердит эмбарго на поставку любых товаров, Япония готова запретить продажу поддержанных автомобилей. Об этом со ссылкой на собственные источники внутри японского правительства сообщает агентство Kyodo. Сейчас японские предприятия не отправляют клиентам из России новые автомобили ценой выше 6 миллионов йен. Это примерно 3 миллиона 600 тысяч рублей. Дальневосточные эксперты прикидывают, что стране восходящего солнца банально не хватит ресурсов для утилизации своего секонд-хенда. И терять русских покупателей японцы, скорее всего, не рискнут. Для справки. По итогам 2022 года из Японии в Россию поставлено 214 тысяч машин. Поставки увеличились на 32%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова